На пятом километре в Орламовской дороге 62-летний водитель автокрана сбил Шкоду «Октавия», в которой находился водитель с ребёнком. Виновник ДТП не пропустил легковой автомобиль при повороте налево и выехал на встречную полосу. От удара иномарку отбросило в бетонную опору. Водитель данной автомашины 1984 года рождения получила значительное телесное повреждение в виде тяжёлой черепно-мозговой травмы, и его сын, ребёнок 16-го года рождения, получил телесное повреждение в виде ушибленных ран, мягких тканей, лобной части головы. Мужчина за рулём автокрана был пьян. Машину он взял в аренду. По его словам, Шкоду на встречной полосе он не заметил. Пострадавший водитель пришёл в себя. Сотрудники ГИБДД отметили, что избежать серьёзных травм ребёнку удалось благодаря тому, что он был в детском кресле и пристёгнут ремнями безопасности. На перекрёстке у Вечного огня водитель сбил 92-летнюю старушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Два пешеходных перехода. И справа, и слева. Ну вот она между ними пошла перпендикулярно к краю правой части. С многочисленными травмами пенсионерка попала в реанимацию. Сотрудница стоматологической клиники заявила о пропаже 12 тысяч рублей. Деньги находились в комнате персонала в кармане верхней одежды саровчанки. Оказалось, что коллега потерпевшей воспользовалась моментом и незаметно вытащила их. Лицо виновного установлено. Это саровчанка 77-го года рождения. Деньги возвращены владельцу, а по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса. По показаниям других сотрудников, деньги на рабочем месте пропадают не первый раз. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.